добрый день ребята сегодня мне такой завтрак опять шкварки ну то есть будет яичница я купила вот такие домашние помидоры которые моментально портятся вот начинает нет это не то вот начинает внутри такой как бы становиться водянистое место и моментально понимаете пол помидора занимает буквально за несколько часов ну вот я с одного сделано и хотела сделать сок и посмотрите я разрезала гранат пополам вот видите внутри там такая как бы черные такие косточки и вот еще не знаю надо разрезать как-то посмотрите сколько вот гнили в самом гранате он еще даже ну зеленый в принципе он еще не спелой и что делать данной ситуации щеком эти возвращать этот гранат или просто взять его выкинуть пишите в комментариях что делать в таком случае ну вот что осталось и вот сколько вот этой вот гнили и вот я думаю может вообще выкинуть ну вот ребята у нас началась такая осенняя погода дождь холодно а я иду в пиццерию я решила скушать пиццу я там по интернету выбрала какую а вообще вы знаете я хочу поговорить про манипуляторов я почему-то сразу очень вижу таких людей ну допустим такой пример ты встречаешь свою какую-то знакомую и она говорите такую фразу а ты знаешь я встретила веру она сказала что ты очень плохо работаешь не выполняешь объем работы медленно работаешь и там все такое подобное ты знаешь веру и вера это тот человек но их называют коллективе серыми мышами синим чулком и ты даешь сто процентов что вера этого не могла сказать тем более вера на намного хуже работает ну ты же это никому не говоришь и при случае ты приходишь на работу подходишь к этой вере и начинаешь ее спрашивать а встречал ли ты этого человека который тебе сказал ну ты не хочешь обвинять сразу вот ты говорила это это нет на что вера делай такой знаете такой растерянный вид а гряда нет я вообще этого человека давно очень видела наверно где-то в прошлом году и даже не встречаю и тут ты понимаешь что ну да просто ложь какая-то ложь провокации и вообще уже потом ты начинаешь анализировать почему человек тебе это сказал и когда тебе это человек начинает звонить ты его спрашиваешь почему вот вы сказали что вера сказала что там я плохо работаю и и вот тут слушайте внимательно что делает манипулятор он сразу я я этого не говорила полное отрицание я этого не говорила я вообще не могла этого сказать представляете вот я во первых этого не говорила ложь а второе я же хорошая я не могла этого сказать я же идеально положительное и ты говоришь то есть и себя делают какого-то дурачка типа что ты что-то выдумываешь цепляешься или какие-то темат галлюцинации и ты тут так громко уверенно говоришь нет у меня пока с памяти все хорошо у меня нету никаких галлюцинаций и и вы это говорили человек знаете сразу замолкает переставляя стрелки и говорит на другую тему и потом ты начинаешь анализировать почему это человек так поступил и вот это что я вам объяснила это просто газлайтинг это когда тебя в чем-то обвиняют когда уже человек начинает выяснять это конкретно то манипулятор который занимается газлайтингом он говорит а я этого я этого не говорил чего это ты взял ты что ненормальный ты что сумасшедший у тебя что какие-то галлюцинации у тебя что с психикой что-то случилось я этого не говорил я не мог этого сказать когда вообще как ты можешь мне такое говорить и манипулятор он очень умело переставляет стрелки он говорит проходит какое-то время общение и он говорит слушай что с тобой случилось ты так изменился вообще не звонишь у тебя там какие-то дела то есть у тебя как бы но ты замкнулся там в себе вина он перебрасывает вино на тебя что с тобой случилось что с тобой ты такой раньше не был что я хочу сказать я хочу сказать что я очень много прочитала книг по психологии но это такой один случай и когда меня люди ну хотят вот в этом плане обдурить я вижу это насквозь не просто даже смешно и я просто хочу разобраться почему человек это сказал сделал начинаю разбираться и получаю ответ просто ставлю крест и говорю нет мне такие манипуляторы не нужны ни знакомые ни друзья не нужны понимаете и пишите в комментариях вы тоже наверное подвергались этому газлайтингу или манипуляции других людей не очень интересно будет прочитать ваши вот ответы ну я просто знаете как в шоке ребята а у нас тут такая парикмахерская для собак смотрите постригают постригают собак прически делают и все три мастера заняты я уже намочила ноги так ну давайте здесь поднимемся и вы знаете почему я это сняла это видео потому что мне очень больно что этим занимается этим занимаются близкие люди не родственники нет просто знакомые и вот наша пиццерия экспресс пицца куда мы идем вон там идти магазин после ремонта а вот наша пиццерия мы не а а не как это вон там нет